Первые последствия ударивших морозов. Все чаще к медикам поступают люди с обморожениями и переохлаждением. В первую неделю декабря в клинике медицины и катастроф оказали помощь трем таким пациентам. Адалина Сафронова пообщалась с врачами центра и узнала, как уберечь себя от обморожения. С наступлением холодов у медиков клиники медицины и катастроф прибавилась работа. Покраснение или побледнение частей тела, потеря чувствительности, ощущение покалывания или пощипывания. Именно с такими симптомами люди все чаще обращаются в медучреждение. Диагноз 1 – обморожение. Человека нужно занести в тепло. Если одежда мокрая, холодная, то нужно освободить тело от такой одежды и закутать его в теплое и в сухое белье либо одеяло. Это первично. Если человек в сознании, то можно давать внутрь пить теплые напитки. По профилю клиника медицины катастрофа ургентная. Поэтому в приемное отделение пациенты поступают с общим переохлаждением или обморожением первой и второй степени. Пациенты чаще всего в сознании, либо сознание нарушено по типу оглушения, они доступны к контакту. Получить обморожение или переохлаждение можно не только при сильном морозе. Даже при температуре плюс 5 человек уже в зоне риска. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться нескольких простых правил. Одежда подобранная по погоде, по сезону, по размеру. Это тоже важно. Обувь подобрана по размеру, удобная. Исключаем травматизм без каблуков. На два размера больше, либо на размер для того, чтобы нога не скована была, то есть не сжата. С наступлением холодов в столичном центре интеграции для бездомных лиц начал работу пункт обогревом сегодняшнего дня. В этом помещении можно согреться, выпить чай. В связи с эпид-обстановкой находиться в помещении необходимо только в маске, соблюдая социальную дистанцию. В целях безопасности все проходят обязательное медицинское обследование. Если у людей есть какие-то хронические заболевания, то мы даем направление на врачом-специалистам, терапевтам, хирургам и так далее. И оказываем первую медицинскую помощь. Уже к концу недели синоптики прогнозируют потепление. Но, как предупреждают медики, это не повод для обеспечности.